Следующий такой негативный вопрос. Давайте чокнемся. Что касается моего второго канала iCook, почему на нем нет видео? И вообще очень много будет изменений. Но куплю здесь, нежели сталкиваться с этими вот недовольными лицами, которые сидят там. Всем привет, мои хорошие. Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Сегодня мы с вами будем кушать сырники. Сырники до этого у меня на канале не было. Я решила, почему нет? Вот почему бы нет? И решила сегодня как раз таки снять с сырниками. Приготовила я их сама. Они у меня с творогом. И буду я их кушать с вот таким вот вареньем, джемом, абрикосовым. И еще сметаной здесь. Еще здесь два кусочка тыквы. Взяла всего два, но я их просто обожаю. Тыквы, я просто подумала, что я все это съесть не смогу. Я люблю именно вареную тыкву с сахаром. Она получается нереально вкусная. Давайте приступим. Так, первый, первый пошел. Макаем в джем. Он такой густой прям джем, смотрите. Очень вкусно. Прям нереально вкусно. Звонит сейчас Фатя. Но я ей позже перезвоню. Мы с вами продолжаем. Сегодня мне позвонили с почты. Вот прям сейчас. И сказали, что мне пришла какая-то посылка. Я вроде ничего не жду. И мне сразу такие предъявляются. Здесь адрес неправильно указан. Вы что, не могли правильно указать адрес? Я говорю, алло, я ничего не жду. То есть не может быть такого, что мне кто-то что-то прислал. А я без понятия об этом. Еще очень мне не нравится, как работает наша почта. По закону мы должны платить за доставку на почту 1 манат 40 копеек. Я уже говорила вам об этом. А у нас на почте принято, знаешь. Приходишь, и тебе говорят, 2 манаты с вас. А ты говоришь, я же должна платить 1,40. Говорят, 2 манаты с вас. Говорят, дайте чек. Чеков у нас нет. Один раз даже я звонила и жаловалась. То есть как можно, вот вроде государственное учреждение, правильно? Как там могут так нагло себя вести? А знаете, как это объясняют? Типа у них маленькие зарплаты. Маленькая зарплата, иди работай там, где большая зарплата, правильно? Это не дает тебе повод меня обманывать. Вроде бы казалось по мелочь. Там пару копеек. Я могу какой-то по прошайке на дороге вытащить 5 манат дать. Но когда меня обманывают, и в такой вот грубой форме, я такое не люблю. Даже из-за этого я почти ничего не заказываю с Алиэкспресса. Мне надоели наши сотрудники почта. Я пусть даже переплачу. Но куплю здесь, нежели сталкиваться с этими вот недовольными лицами, которые сидят там. Очень бесит. Ну, в общем, давайте не будем о грустном. Давайте поговорим о чем-то веселом. Сырники получились. Очень-очень вкусные. Нереально просто. Еще здесь тыковка. Мне пишут в комментариях, что все хотят какие-то супы. Я просто, если честно, вообще не кушаю супы. У меня обычно все сухая мятка. Я понимаю, что это не очень полезно. И все такое, но... Вкус у меня такой. Что поделать? Тыковка была просто обалденная. У меня еще мать знаете, как делает? Она запекает в духовке. Тогда тоже получается очень вкусно. Под прошлым видео одна девочка мне написала, что она тоже лунатик. Я говорила в прошлом видео про лунатизм и так далее. И она сказала, что у нее даже была такая ситуация, что она преподнесла даже ножку к горлу и проснулась от того, что что-то вот здесь вот стало больно. И оказывается, в состоянии сна она хотела себя зарезать. Представляете? Очень много интересных случаев мне рассказали в моем инстаграме. Вообще, мне кажется, с проблемами лучше делиться. Вот я как бы рассказала про свою проблему, и я столько единомышленников нашла. И это очень приятно. Девушка пишет. Расскажи, пожалуйста, мою историю в видео. У меня такая проблема, что мне очень нравится мальчик, а он постоянно мне грубит, хамит и плохо со мной обращается. Но сердцу не прикажешь. Как ты думаешь, стоит ли продолжать что? Короче, стоит ли продолжать как бы за ним ухаживать, не знаю, еще что-то. На мой взгляд, если человек к тебе не расположен, не надо унижаться. Вот не надо. У нас у женщин, мне кажется, немножко все по-другому. Если, например, мужчина будет за нами ухаживать, будет дарить цветы, не знаю, как-то себя хорошо проявлять, мы можем передумать. Можем, не знаю, относиться к нему иначе, но мужчин, мне кажется, это раздражает. Им либо девушка нравится, либо нет. Мне кажется, в первую очередь, уважение к себе нельзя позволять, чтобы человек относился к тебе плохо. Не надо зацикливаться. Мир не состоит из одного из-за него. Элементарно оборачиваешься назад и думаешь про людей, с которыми у тебя, например, что-то не получилось, да, и ты думаешь, как хорошо, что не получилось. Так и должно быть. Еще, кстати, совсем забыла. Минуточку. 10 декабря меняются условия Ютуба. Теперь детский контент не будет монетизироваться. То есть вот эти ролики вроде Мистер Макс, Миссис Кэйти, у них уже больше не будет рекламы. Ютуб будет предназначен для взрослых. То есть аудитория, которая смотрела мультики и люди, которые создавали мультики, они больше не будут зарабатывать с Ютуба. Точнее, Ютуб не будет размещать рекламу на их роликах. И вообще очень много будет изменений. То есть они будут беречь детскую психику. И, например, если вы пишете плохие комментарии, они будут удаляться. Они и сейчас удаляются. Вот вы думаете, вы написали какой-то негатив, какой-то хейт, да, и его раз, и нету. Вы думаете, за секунду я бы успела это удалить? Нет, слава богу, Ютуб нам помогает в этом. И он постоянно удаляет это все. Но теперь люди, которые будут писать подобные вещи, будут нести ответственность. Вот. В Америке там целый закон вышел по поводу этого. Я не знаю, я правильно поняла или нет, но на мой взгляд это будет так. Прежде чем написать какой-то комментарий, человек должен будет миллион раз подумать. Иногда, знаете, как бывает? Человек написал огромное сообщение. И в этом сообщении мат-перемат, оскорбление на оскорбление, да? И ты даже не дочитываешь это, потому что тебе смешно, сколько в человеке негатива. Почему не нравится, пройди мимо. И потом, когда ты удаляешь это сообщение, или автоматически удаляется, например, Ютубом, если Ютуб не замечает, например, я вижу, я удаляю. Вот. И человек тебе повторно потом пишет, почему ты удалила мой комментарий, так нечестно. Что касается, кстати, пока не забыла. А то вот вечно я сижу, например, перед видео и думаю, буду говорить про это, про это, про это. Сижу, начинаю кушать, и у меня всплывают какие-то истории, то, что я вообще не собиралась рассказывать. Потом думаю, блин, зачем я это все рассказала? Вот. Что касается моего второго канала iCook, почему на нем нет видео? У меня есть некоторые проблемы именно с тем, что я хочу эти два канала соединить и сделать как один. То есть, сейчас я вам начну объяснять, вы не поймете, но я хочу оформить это все не как две, как бы, деятельности, а как деятельность одного человека просто на двух каналах. И у меня это пока что не получается. Если это не получится, мне не будет выгодно держать два канала, содержать два канала. вот. Я подала заявку на то, чтобы это оформили как один единый канал. пока что она на рассмотрение. Сейчас просто столько изменений в YouTube, мне кажется, они не успевают ничего. Я довольна YouTube, если честно. Мне нравится, что мне помогают подчищать комментарии. Все, что негативное пишет YouTube, помогают удалять. YouTube мог бы сказать, знаете что, сами разбираетесь там со своими комментариями, но нет. Есть специализированные люди, которые как раз занимаются тем, что убирают негативы. А почему они это убирают? По законодательствам Америки дети не должны читать оскорбления. То есть, эта фишка не в том заключается, что кто-то меня оскорбил, им жалко меня. Нет. Дело в том, что эти комментарии читают дети. И как бы получается, вы подаете плохой пример детям, кто пишет оскорбления. Вот. Чтобы не травмировать психику ребенка, это все удаляется. Как же хорошо. Ведро. Давайте чокнемся. Панк. У меня здесь осталось немножечко тыковки. Вкусняшка. Я даже не посчитала, сколько было сырников. Наверное, штук 10. Убираем в сторону, чтобы все выглядело опрятно, красиво. Как ты относишься к отношениям с разницей в 10 лет? Мой муж младше меня на 10 лет, и мы счастливы. Как ты считаешь, это нормально или обязательно мужчина должен быть старше? Я считаю, что нет. Обязательно мужчина не должен быть старше. И почему у нас такие вот стереотипы? Я считаю, что главное – это любовь, взаимопонимание и так далее. Например, чисто вот от себя. Мне неинтересно с молодым человеком, который на 10 лет не старше. Конечно, есть люди, которые живут вместе сейчас, и у них все круто, и я рада за них. Но чисто от себя, я говорю, я бы не смогла. Может, это зависит от человека. Может быть, я влюблюсь в кого-то и пойму – нет. Разница в возрасте – это мелочи, но на данный момент мне проще с ровесниками общаться. Жем такой вкусный, просто пальчики оближ. У меня, например, двоюродный брат и его жена. У них разница в возрасте 10 лет. Но они выглядят просто потрясающе. Они очень хорошо ладят, они понимают, у них полное взаимопонимание, идиллия. Конечно, есть и такие случаи, я понимаю. Я не считаю ничего зазорного в том, что мужчина, например, младше. И что? Главное – это любовь. Главное, чтобы человек был адекватный. Если человек может взять ответственность за девушку, которая старше него на 10 лет, это, наоборот, круто. Это говорит о его мужских качествах. Я очень рада, что у тебя есть такой мужчина рядом с тобой, которому все равно на возраст. Я поддерживаю такие пары. Следующий такой негативный вопрос. Не могу сказать, что он прям очень негативный, но меня лично задело, если честно. Я не думаю, что когда ты идешь в ресторан, ты заказываешь один коктейльчик и все. Кто платит за счет, когда вы идете в ресторан, было ли такое, что парень был в шоке от того, сколько ты ешь? Честно, мне немножко обидно от того, потому что я не считаю, что я ем прям так много. Я считаю, что я ем ну чуть больше среднестатистической девочки. там еще одна пишет, что мне бы было стыдно, если бы ты была бы моей подругой и ты бы столько съела в ресторане. Я бы не сказала, что я в ресторанах кушаю так много. И сейчас на меня обижают такие комментарии. В одном из моих видео было написано, что мукбанки это не съесть много. Я как раз таки читаю, что я снимаю, как я ем красиво, а не ем много. Ну, небольшая тарелочка здесь, ну, несколько сырников. Это немного. А если даже я ем много, почему это сразу стыдно-то за меня, я не понимаю. То есть я же никого-то не убила, не ограбила, не украла ни у кого. Я в своих видео никого не оскорбляю, никого не унижаю, за счет никого не пиарюсь. Я просто ем, да. Я не понимаю, почему за меня кому-то должно быть стыдно. Неприятно вот такое вот основать, вообще неприятно. Поэтому, когда вы что-то пишете, вы думаете, что вы можете этим кого-то обидеть. Конечно, очень много людей, которые пишут хорошие комментарии. Очень много таких людей. Спасибо вам огромное. Но все равно, когда даже 10 хороших комментариев, один негатив, ты хочешь, не хочешь, как-то это на тебя влияет. Когда будет мукбанг с роллами? У меня уже есть снятое видео с роллами опять. Я просто не хочу его выкладывать, потому что где-то неделю назад было видео с роллами. Я же думаю, опять с роллами как-то будет многовато. Ну, если вы хотите, я могу выложить. После подобных комментариев было бы логично не доесть до конца, но... Но... Как можно не доесть? Вот когда блогер доедает до конца, и в конце вот такая вот пустая тарелка, это же прикольно, разве нет? Вкусно. И последнее. Я сейчас смотрю на камеру, видео получилось 24 минуты. И, блин, там даже ничего и не вырежешь. Последнее видео, мои видео получаются очень длинные. Это меня очень бесит, потому что я тратю очень много времени на монтаж. И еще плюс, не люблю длинные видео, пытаюсь кое-где кое-что отрезать, чтобы получилось короче. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Я вас очень сильно люблю. С вами была Геймель. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok